И сейчас к нашему эфиру присоединяется постоянный представитель президента Украины в Крыму, Томила Ташева. Здравствуйте, Томила. Здравствуйте. Хочется поздравить вас, всех нас и всю Украину с Днем Независимости. И примечательно, что сегодня в Симферополе и его окрестностях появились поздравительные листовки, напоминающие всем, что Крым — это Украина. Спасибо за это крымским украинским патриотам, нашим партизанам. Да, спасибо большое. Это действительно важное замечание, потому что на территории полуострова нас ждут, надеются на скорое возвращение контроля на территории крымского полуострова. Поэтому и перед Днем Независимости, и на День украинского флага, государственного флага, и на ряд других мероприятий, очень важных для нашего украинского государства, действительно какие-то листовки, какие-то граффити и так далее появляются на стенах. Ну, одним словом, украинцы продолжают все эти страшные полгода войны демонстрировать смелость и показывать всему миру, и прежде всего российскому агрессору, мы не боимся и не откажемся от своих планов и территорий. Крым — это Украина. Об этом вчера на «Весь мир» говорили из площадки Крымской платформы. Как вы объясняете в условиях войны такую невероятную географию саммита в этом году и такое высокое представительство? О чем это говорит? Конечно же, это говорит о высокой поддержке украинского государства, потому что очень многие лидеры отмечали, что война в Украине началась не в 22-м году, не в 24 февраля, а, собственно, 8 лет назад с оккупации Крымского полуострова, с данной агрессией со стороны Российской Федерации. Соответственно, победа для нас и завершение войны будет означать возвращение абсолютно всех территорий. И все лидеры, если не все, то большинство отмечали, что безопасность в нашем регионе можно обеспечить только после того, когда территория Крымского полуострова будет демилитализирована и с территории Крыма уйдет Российская Федерация со своим флотом. Поэтому нахождение там России на территории полуострова – это постоянная небезопасность для всего региона и мира. Именно поэтому даже вне зависимости от того, что у нас идет полномасштабная война, лидеры стран-участниц Крымской платформы, это действительно 60 стран, которые приняли участие в Крымской платформе, они показали, каким важным является Крым в этой геополитике, в том, что происходит в нашей стране, каким образом Крым используется как военная база, и они об этом также говорили, и почему важно Украину поддерживать в ее пути по возвращению контроля над территорией. Тамила, на прошлой неделе и буквально на этой, в дни, когда взрывались склады с боеприпасами на базах и военных аэродромах в Крыму, вы обращались к крымчанам, нашим гражданам, и призывали их быть осторожными, и в случае чего прятаться в оборудованных местах, подвалах, запастись необходимыми средствами и продуктами. Говорили, что Украина обязательно освободит Крым. Тамила, у вас есть какой-то фидбэк, события в Крыму, ваши слова, они нашли там понимание и поддержку? Ну, я на самом деле говорила, в том числе основываясь на тех, на той информации, которая у нас была, потому что очень многие люди в Крыму начали задавать жесткие такие вопросы оккупационным администрациям, а где же подготовлена инфраструктура для гражданской защиты, да, населения. Вы говорите о том, что Крыму ничего не угрожает. В 8 лет нам говорили, что зато нет в Крыму войны, и таким образом оправдывали фактически, репрессии против всего народа, если говорить о крымских татарах, да, либо репрессии против политических украинцев. А вот вы видите, да, что происходит на территории полуострова. Поэтому очень многие люди начали действительно запасать продукты. Многие люди, я имею в виду в первую очередь российских граждан, начали выезжать с территории Крымского полуострова, ехать в сторону Керченского моста для того, чтобы выехать поспешно. Такие действия российских граждан проходили фактически на протяжении двух недель, то есть с начала августа, то есть с 9 минимум августа, когда произошли взрывы в Новофёдоровке. Поэтому, да, очень многие люди прислушались, но очень многие люди ждут действительно возвращения Украины, украиной контроля на территории Крымского полуострова. И мы постоянно получаем какие-то сообщения, либо как представительство, я лично получаю массу сообщений от людей, которые говорят, что да, наконец, даже вне зависимости от того, что нам это даётся большими жертвами, да, потому что идёт полномасштабная война, но этот момент, когда у нас есть возможность вернуть быстрее намного контроль на территории Крымского полуострова. И люди, судя по всему, всё-таки готовятся. В сети появилось уже видео, как готовят бомбоубежище. Да, я повторюсь, да, конечно же, готовят, если не бомбоубежище, не по всему, если полуострову, но что важно, да, люди понимают, что им необходимо максимально дальше находиться от военных баз, от мест, где хранится какое-то оружие, техника российская и так далее, я бы всё-таки не рассчитывала на то, что оккупационные администрации что-то очень сильно подготовят, да, и мы не ссылаемся на оккупационные администрации, но их население Крыма, конечно же, подталкивает к определённым действиям. Но повторюсь, что оккупационные администрации продолжают вести риторику о том, что нам ничего не угрожает, это просто какие-то там мелкие диверсионные действия со стороны Украины. Да, да, мы помним, как Маргарита Симоньяна говорила всем людям после взрывов в Новофёдоровке, к которым Украина не имеет отношения, что выходите, всё спокойно, идите на пляжи, возвращайтесь. Тамила, вы уже упомянули и вспомнили о том, что из Крыма сейчас массово уезжали граждане Российской Федерации, эти очереди были, видели все на видео. А существует ли некая статистика, сколько россиян переселилось в Крым за годы оккупации с 2014 года? Официальной статистики как таковой нет, потому что Российская Федерация понимает, что она осуществляет военные преступления и колонизирует территорию. Это запрещено согласно международному гуманитарному праву переселять и колонизировать территорию, поэтому официальных данных они не дают. Но за подсчётами различных экспертных организаций крымских, которые сейчас работают на материковой части страны, это от 500 до 800 тысяч людей. 500 тысяч — это минимальное количество людей, которые переехали с территории Российской Федерации на территорию Крыма. Это военные, это представители правоохранительных органов, так называемых, в Крыму, которые работают. Это судьи, это прокуроры, это медицинские работники, это журналисты, и это обычное гражданское население, которое путём различных стимулирующих программ на протяжении 8 лет приезжало на территорию Крыма. То есть на территории Российской Федерации шла активная такая пропагандистская реклама, что приезжайте в Крым здесь спокойно, мы вам собеспечим жильём, мы по каким-то льготным кредитным условиям, мы вам будем предоставлять рабочие места и так далее. Поэтому очень активно на протяжении первых особенно лет оккупации люди на территории полуострова приезжали с территории Российской Федерации. Томила, спасибо вам большое за эту информацию. Мы все ждём освобождения и деоккупации нашего полуострова. Крым — это Украина, и стоит об этом неоднократно напоминать. Спасибо вам большое за то, что нашли время для нашего эфира. С Днём независимости! Томила Ташева, постоянная представительница президента Украины в Крыму, была с нами в прямом эфире. Продолжение следует...